Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Людмила Миронюк, и я доктор-нутрициолог, врач-невропатолог в прошлом, и маю очень богатый практический опыт в плане восстановления здоровья при самых разных проблемах с ним. И сегодня мы с вами поговорим о том, как наработать антистрессовую устойчивость. Сегодня мы будем говорить конкретно о психологических практиках, выработки антистрессовой устойчивости. То есть чтобы вы, каждый из вас, овладев этими техниками, вы могли встречать все вызовы, которые нам дает жизнь. А жизнь, она разная бывает, и хорошие события происходят, и плохие, и очень плохие. И нужно иметь очень такую хорошую антистрессовую устойчивость, чтобы любые стрессы проживать, вернее, из любых стрессовых ситуаций, выходить самым лучшим результатом для того, что вы хотите получить в жизни, и в данных конкретных ситуациях в частности, а также с минимальным ущербом для здоровья. Я для вас приготовила слайды, презентацию, и сейчас я хочу ее включить, и вы будете сейчас смотреть. Так, Саша, куда мне нажать? Я уже забыла. Демонстрация экрана. Уже есть. Так, и презентация. Ага, вот она. Так, и мы будем начинать. Я для вас приготовила презентацию, чтобы вам было все удобно. Там видно, и можно было даже почитать нужные тексты, и их, может быть, сделать скриншоты, но скриншоты делать не обязательно. Все участники нашего интенсива получат эту презентацию, дополнение к нашему видео. Итак, техники самопомощи для выработки антистрессовой устойчивости. Для начала разберем, что же такое стресс. Что такое стресс? Стресс, друзья мои, это реакция напряжения. Стресс – это когда вы получили информацию, которая, по вашему мнению, потенциально опасна для вашей безопасности и для вашего благополучия. Что-то произошло. Мы получили эту информацию, что мы мгновенно оцениваем. И как вы думаете, что в этом слове главное? Вот не в слове, а в этом предложении. Стресс – это когда вы получили информацию, которая, по вашему мнению, потенциально опасна для вашей безопасности и благополучия. Ну, давайте я сразу отвечу на этот вопрос. Надеюсь, и вы тоже так думаете, что в этом предложении ключевое именно слово «по вашему мнению». По вашему мнению. И пример. Вот бежит собака. Большая, которая… Большая, с крепкими молодыми зубами. И как на неё отреагирует три разных типа людей. Ну, три разных человека. Первый человек увидел собаку, испугался и побежал. Второй человек не обратил на неё внимания и прошёл мимо. И третий человек дал ей что-то вкусненькое и потрепал за ухом. Как вы думаете, какой человек испытал стресс? Ну, конечно, только первый. И, скорее всего, собака залаяла и побежала за этим человеком, догоняя его и даже, может быть, и укусила. А следующих, эта же собака, второго и третьего, она может совершенно и не тронуть, и не обратить на них внимания. Поэтому, что мы боимся, то и мы притягиваем. Вернее, что мы чувствуем, то мы притягиваем. Мы ощущаем к собаке приезд, хорошее чувство, и она прошла мимо. Нас не тронуло или побеляло хвостиком. Если мы испытываем стресс, собака тут же побежала с угрозой напасть. Поэтому, что мы чувствуем, то мы и притягиваем. Это важное правило, которое надо хорошо усвоивать. И чтобы начать притягивать то, что мы хотим, а не то, что мы не хотим. И об этом сегодня мы будем говорить более детально. Как научиться это делать? Итак, стресс — это не то, что с вами случилось. Стресс — это то, как вы это воспринимаете. И это сказал человек, который создал огромную теорию о стрессе и получил всемирное признание Ганс Сюрье за доказательства механизмов, возникающих во время стресса. Значит, есть два фактора стресса. Это физически, это головная боль, например, или просто боль где-то. Это болезнь, травма, перегрев, перехлаждение. На первой картинке. И второй фактор стресса — это психологически. Это мысли, эмоции, идеи, конфликты. И эти факторы начинают обрабатываться, то есть приходят в наш мозг физические или психические факторы и начинают включать нашу память, наше убеждение, ожидание, мотивацию, установки. И если мы эти факторы воспринимаем как безопасные, мы получаем эмоции. А если мы их воспринимаем как опасные, то возникает стресс. То есть стресс — это когда опасность. Помните про собаку? Опасно? Укусит, значит, испытала стресс. Ну вот тут картинка, как стресс влияет на организм. Пожалуйста, на все места в нашем организме он влияет негативно. На настроение, на давление, на иммунитет, на проблемы с желудком и 12-перстной кишкой, на сексуальные возможности. И вызывая импотенцию, это хронический стресс. Это боли в мышцах и суставах. Это даже способствует развитию остеопороза. Поэтому нужно научиться управлять собой, чтобы не возникали вот эти негативные реакции на стресс, а чтобы, наоборот, благодаря каким-то событиям, которые, да, вызывают стрессовую реакцию, мы становились сильнее, лучше во всех отношениях. И в плане здоровья физического, и в плане психического здоровья, и в плане нашей мудрости, которую мы приобретаем, преодолевая все трудные ситуации в жизни. Итак, разберем более детально, недолго, но важно, о фазах стресса, о том, как же, из чего состоит этот стресс. И вот есть несколько фаз, это три фазы. Первая фаза – острая или фаза напряжения. Вторая фаза – это фаза адаптации и фаза истощения. Вот она острая, видите, красненькой стрелочкой. Она резко поднимается, уровень энергии, ну, стресса в организме, и человек приходит в боеспособное состояние, ну, возбужденное, скажем так. Дальше фаза адаптации с зеленой стрелочкой, и потом фаза истощения. Обратите внимание, что с энергетической точки зрения, это мы говорим про энергию. Скажите, видно мою стрелочку сейчас? Видно. Так вот, обратите внимание, что фаза истощения с точки зрения энергии, она приводит к падению энергии. Вот после перенесенного стресса у человека меньше энергии, чем было до начала этой ситуации. Обратите на это, пожалуйста, внимание. Сейчас про эти три фазы поподробнее. Первая фаза или фаза напряжения. Вот это красненькое напряжение. Ее признаки – это расширение зрачков, бледность кожи, учащение сердцебиения и дыхания, повышение артериального давления, мурашки на коже и так далее. И эта фаза предназначена для молниеносной реакции, вернее, оценки ситуации, и для очень быстрого выбора реакции или бей, или беги. То есть вот это главная задача первой фазы напряжения. Что же делать? Нападать или убегать? Вот есть опасность в виде соблезубого тигра, или если человек будет стоять, дрожать, то что у него съест? А если человек быстренько сориентируется и начнет куда-то спрятаться, убежать, то он может спасти свою жизнь. То же самое в нашей реальной жизни, когда кто-то нападает, можно или дать сдачу быстро и сильнее, если вы умеете так делать, или убежать. То есть нужно быстро определиться. И это задача первой фазы. То есть она кратковременно длится несколько секунд, минут, очень коротко. И затем она переходит в следующую фазу, это адаптация. В это время мы уже начали что-то делать. То есть мы определились в первой фазе и бежим или бьем, удар наносим. То есть мы уже что-то делаем, решая данную проблему. Этой фазы хватает всего лишь на две недели. Здесь важно суметь разложить проблему на две ее составляющие. Это очень важно. Друзья, вот внимательно послушайте, о чем я сейчас говорю. И если вы научитесь эту проблему раскладывать на две составляющие, вы сможете… Есть такая поговорка, как сгусе вода. То есть вы будете, попадая в стрессовую ситуацию, умеете успешно решать и быстро восстанавливать свое ресурсное состояние, не западая в какие-то длительные негативные ситуации. Итак, любая проблема, друзья, состоит из двух составляющих. Это факт и решение. Факт и плюс решение. Ну, к примеру, случилась авария автомобильная. Скажите, пожалуйста, вот случилась авария, это что? Это есть факт. Мы можем долго сидеть и плакать. Ой, случилась авария. Ой, случилась война в стране. Ой, кто-то сильно заболел или что-то со мной произошло. Ну, у каждого разность… Бывают разные ситуации, да? И сидим, плакаем, плачем, сидим, переживаем по этому поводу, за что мне такое наказание и так дальше. Ну, разные варианты у людей возникают в таком случае. Скажите мне, пожалуйста, мы можем изменить вот этот факт, который уже произошел? Ответ очевиден. Факт изменить мы не можем. Это уже есть, это данность. А что же мы можем изменить? Мы можем изменить свою реакцию на это и действие, которое мы начнем делать, то есть решение. То есть необходимо тут же сосредоточиться на решении. И здесь главный вопрос. И чем раньше каждый из нас научится этот вопрос самому себе задавать или человеку, который находится в стрессовой ситуации, тем лучше будет исход из этой ситуации, выход в нормальное состояние, в ресурсное. То есть это главный вопрос. Что я могу предпринять? Что ты собираешься предпринять? Как ты или я в стрессовой ситуации или ты, моя подруга дорогая, собираешься делать сейчас? Что ты будешь делать? Ну и если трудно определить, значит берем лист бумаги и на нем рисуем в центре вот эту стрессовую ситуацию или в ней кто делает. И дальше рисуем типа ромашки или интеллектуальные карты. Мы рисуем варианты, которые я могу предпринять. И из этих разных вариантов мы выбираем самый оптимальный и начинаем делать. То есть переходим из фазы застывания и оценки ситуации в фазу делать. И чем быстрее будет этот промежуток, тем будет лучше результат во всех отношениях для данного конкретного человека. Если же человек находится в стрессовой ситуации длительное время, то он переходит в фазу истощения. Это неименуемо. И признаки этой фазы это упадок сил, возникновение или обострение болезни и самые разнообразные психосоматические заболевания. То есть фаза 2 длится 2 недели. Помните рисуночек? Вот смотрим. 2 недели фаза 2 находится. И если мы не решили за 2 недели вот эту проблему, которая возникла в результате и вызвала стрессовую ситуацию, то мы попадаем в состояние истощения, когда не только хроническая усталость, упадок сил, но возникают или обостряются болезни, а также возникают новые психосоматические заболевания. О психосоматических заболеваниях и их причинах я сегодня делала для вас видео, опубликовала. Пожалуйста, внимательно посмотрите в чате интенсива. А сейчас мы должны принять для себя правило. Если за 2 недели проблема не решается, потому что какие-то проблемы мы можем решить за 2 недели, а какие-то нет. Ну, например, война. Война началась почти год назад, и мы не можем сами решить эту проблему. Каждый из нас лично один. Но что-то нужно делать. И поэтому хватит биться головой о стенку, если за 2 недели проблема не решается. А что же нужно делать? Вот если уже приходит вот это состояние истощения, то есть несколько вариантов. Ну, во-первых, один из вариантов, очень даже неплохой, это обесценивание. То есть когда человек не достиг цели, то, да, он может и это любит делать, то есть он начинает обвинять обстоятельства, но не собственную слабость. Ну, вы знаете, просто лучше всего просто сказать, ну, это не важно, но это не важно. Ну, вот пример. Это не так страшно. Бывает и хуже. Вот пример басни Крилова о лисе и винограде. Да, лиса шла голодная, хотела кушать, увидела красивый, сочный виноград, и очень его захотелось съесть, но виноград висел очень высоко. Она прыгала, 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 прыгала и устала. Да, то есть у неё наступила вот эта фаза истощения. И что она сказала? Да ладно. Она не сказала, что я не могу допрыгнуть. Она сказала, да ладно, не так уж этот виноград и вкусен. Ну и что? Он кислый, наверное, не буду я даже переживать. То есть она перестала переживать по поводу, что она не допрыгнула до винограда и пошла дальше, освоясь. Ну, как мы можем, как бы, ну, не надо обвинять обстоятельства, просто надо сказать, ну и что? Ну это не так страшно. Ну и что? Ну и это не важно. Я бы так назвала вот эту тему, обесценивая. И второе, что мне более нравится, это начать решать эту проблему по-другому. И это намного лучше. То есть не обвинять никого, но просто изменить свои действия. Видите, вот тут человек куда-то двигался, а тут стена. Ну как можно преодолеть эту стену? Можно сделать в стене брешь, да, дырку и пробить её. Можно сделать под стеной подков. Можно перелезть через эту стену, найти какую-то лестницу и перелезть. То есть найти другое решение для этой задачи. Если за две недели эта задача не решается. Ну нет жилья. Да, я потеряла жильё, я потеряла то, другое, десятое. Вот что я могу сейчас сделать? Какие есть варианты? Ну, рисуем ромашку, тогда это будет лучше видно. Другими словами, к решению проблем можно подходить либо как несчастная жертва. Вот я вляпалась как в паутину. Да, это больше вот этот вариант. Я жертва, обвиняю обстоятельства. И второе, я хозяин своей жизни. Это я выбираю, как мне реагировать и как мне действовать. Как научиться выбирать своё решение в позитив, чтобы преодолевать с успехом любые трудности? Вы можете научиться использовать особое состояние сознания для повышения своей стрессоустойчивости. И на самом деле эти особенные состояния сознания мы чувствуем каждый день. Это состояние между сном и дремотой. Вот если вы не спешите, то куда-то на работу, не опаздываете по каким-то делам срочным, вы проснулись, не торопитесь тут же срываться с кровати и куда-то бежать. Вот это состояние между сном и дремотой, вот такая нега, его ещё называют негой, сладкая нега. Вот в этом состоянии подумайте о том, что вы хотите, что для вас важно. Подумайте о том, чтобы было доброе здоровье у вас, у членов вашей семьи, ваших любимых людей. Подумайте о том, чтобы было мирное небо сегодня, чтобы сегодня произошёл самый лучший день, чтобы сегодня в этот день произошло что-то хорошее, которое поможет вам решить эту задачу, которая стоит у вас. И так дальше. Это утро, и точно так же вечером, засыпая, отходя ко сну, когда вы уже расслабились, и уже такая тоже лёгкая дремота перед сном, вот это тоже очень важный момент, вот это называется альфа-состояние между сном и бодрствованием, когда мы пробуждаемся и когда мы засыпаем. Очень важно в эти моменты думать о том, что вы хотите. Не о том, что вы боитесь, а о том, что вы хотите. И тогда это будет быстрее происходить в вашей жизни. Следующее, это состояние отчуждённости. Вот как человек задумался, ещё говорят, я в коробочке, я в танке. Вот вы видите, ребёнок, как бы зачудованно, есть такое слово украинское, смотрит куда-то, и он не видит этот предмет, он не видит окна, он не видит предметов, в которые он смотрит. Его взгляд обращён внутрь себя, да? Не нужно человека отвлекать от этого. Пусть побудет там. Это очень ценное состояние сознанием, когда человек определяет, что для него важно, что он хочет. У него внутри есть та картина, чего он хочет. Не нужно его сбивать с этого пути, пусть он определит эту картину до конца, чтобы знать, что он хочет более чётко. Это состояние искренней молитвы, искренней, не технически, когда мы просто говорим какие-то слова, написанные в Библии или где-то ещё, искренне, своими словами. Когда мы это говорим искренне и всей душой, и всем сердцем, мы говорим, мы просим. И тут очень важно, друзья, отпустить. То есть вы попросили у того, кто выше нас, кто сильнее, кто важнее, главнее нас, вот вы у него попросили и дальше сказали, пусть будет так, как это лучше для меня. То есть я могу просить это. Помните, есть такая, ну, может быть, притча, может быть, поговорка, я просил у Бога это, 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 много чего пройти. Бог мне этого не дал, но Он дал мне всё, что мне было нужно. Вот это так и в жизни происходит. Не нужно привязываться к тому, что я хочу. Пусть случится то, что принесёт высшее благо мне и всем, кого это касается. Вот какая самая лучшая молитва. Потому что мы тоже можем ошибаться и просить что-то не то, что нам на самом деле нужно. Поэтому, если вы не уверены, что это отличная цель, да, о которой вы просите, то скажите с оговоркой, если это будет, принесёт высшее благо каждому, кого это касается. Дальше, ну, медитация. Все, кто умеет это делать, делайте и почаще, почаще, тогда это будет побыстрее, намного быстрее происходить. Это мантры, это озарение эврика, да, это вот она, муза, это состояние потока, вот это особенное состояние сознания, куда, ну, если вы научитесь входить, то вы будете созидать что-то очень ценное и очень важное, и, возможно, какие-то гениальные идеи к вам будут приходить, которые помогут изменить жизнь не только вашу, но и людей вокруг. Поэтому вот это особенное состояние сознания, очень ценное, и лелеять это нужно, и взращивать свой навык, входить в эти особые состояния потока, музы, эврики. Ну, а также это второе дыхание у спортсменов, ну, и не только у спортсменов, то есть уже человек что-то делает, он уже устал, и уже говорит, я уже не могу больше, но он понимает, что он нужно, это его цель, она очень важна для него, и он говорит, еще один шаг, на один шаг больше. Вы знаете, я вот по себе знаю, такое, когда бывает состояние, что я уже сил нету, я устала, и я еще не дошла к этой цели, к которой я иду в данный момент, то я говорю, еще один шаг, и вдруг появляются силы, и вдруг появляется вот это второе дыхание, поэтому используйте эти способы, эти техники, и вы увидите, что вы сможете очень хорошо, очень успешно притягивать то, что вы хотите получить в этой сложной стрессовой ситуации. Дальше, очень классная техника есть, которую я хочу с вами поделиться, это техника ABC, ну или ABC, то есть смотрите, каждое событие, и это тоже очень важно понять, и научиться это делать, каждое событие, каждое событие у нас вызывает определенный эмоций, но есть, конечно, события, которым мы нейтральны, они нас не трогают, но событие, которое нас возбудило и привело нас в стрессовую ситуацию, оно всегда вызывает определенные эмоции. Хорошие эмоции, события вызывают хорошие эмоции, а плохие события вызывают плохие эмоции, да, то есть, вот, кто-то нам подарил подарок, о котором я мечтала, как мы будем, какие эмоции, радость, я буду говорить, боже, как здорово, я буду счастлив, мне будет улыбка, глаза будут сиять, то есть, это то, что непроизвольно происходит с нами, да, то есть, до того, как мы подумали своей головой душа, сердце радуется, эмоции, и наоборот, если что-то произошло плохое, беда какая-то, я могу заплакать, я сильно могу огорчиться, и так дальше, это эмоции, и сначала от события возникают эмоции, но, а уже потом мысли, но между эмоциями, то есть, сердцем нашим и мыслями, существует фильтр, и фильтр — это наши мысли, вот, если мы эмоциями, да, вот, скажите, мы можем управлять эмоциями? Нет, если нам кто-то больно наступил на ногу, у нас эмоции боли, то нам болит, да, нам болит, ну, а если что-то мы увидели радостное и счастливое, мы смеёмся, и это не произвольно происходит, да, и мы этим управлять не можем, это рефлекторно, это помимо нас, и этим управлять мы не можем, но мы можем управлять мыслями, которые вызывают эти эмоции, и если мы научимся управлять своими мыслями, мы научимся и управлять своими эмоциями, потому что сосредотачиваясь на нужных эмоциях, чтобы сосредоточиться на нужных эмоциях, нужно сосредоточиться на нужных мыслях, вот тут написано мнение, это ошибка, нужно сосредоточиться на нужных мыслях, да, то есть нужно наработать привычку раздевать любое событие, На А, Б, С. И всегда помнить, что в жизни мы всегда играем одну из двух ролей. Либо роль хозяева на своей жизни, либо жертвой. То есть, что такое на А, Б, С? Что событие? Мне это нравится, я этого хочу. И С, что я должна делать? Если мне это не нравится, что я должна делать? Если мне нравится, я этого хочу, что я должна делать? Вот эта техника А, Б, С. То есть, мы сосредотачимся на мыслях, которые будут вызывать потом позитивные эмоции. И это, развивая события, помогает нам стать хозяином своей жизни. Что делать, если вы доходите в стрессе, и ваше эмоциональное напряжение продолжает расти? То есть, стресс есть, и ситуация усугубляется. Есть стандарты в работе с острым стрессом. То есть, мы разбираем первую часть наших техник. Это острый стресс. Вот помните, первая фаза и вторая фаза напряжения. Какие есть стандарты в работе над собой во время, особенно фазы напряжения. Первое. Это самомониторинг. То есть, очень просто. Берем зеркало и смотрим, какая моя мимика. Ага, она плохая. Да? Лицо хочет. Ну, на лице написано, что я расстроена, или мне плохо, или больно, или вот хочу плакать и так дальше. Поэтому сознательно улыбаемся, растягивая губы в улыбку, глядя на себя в зеркало. И делайте это до тех пор, пока улыбка не станет естественной. Смотрим, какие же мои мышцы. Как выглядят, какие у меня мышцы. И во время стресса человек рефлекторно втягивает голову, в шею. Это рефлекторно, это опять же из наших тысячелетий, тысячелетний опыт эволюционный. Да? Всегда во время стресса человек втягивает голову в плечи и сгибает ноги. Поэтому посмотрели на себя в зеркало, какие у меня мышцы. И расправили. И вообще, грудь колесом. Помните? Вот встали, грудь колесом. И почувствовали эти мышцы. Расправили плечи. Придали себе уверенную позу. Следующее. Это какое у меня дыхание. И начните дыхать, дышать ровнее и глубже. Потому что в стрессе дыхание часто и поверхностное. Начните дышать глубоко. А еще лучше с форсированным выдохом. Которое поможет быстрее вам совладать с собой стрессовая ситуация. И вот это релаксационное дыхание. Для того, чтобы начать так дышать, нужно расслаблять диафрагму. Ну и чтобы она начала делать хорошие, глубокие свои экскурсии. Движение вверх-вниз. То есть мы расслабляем. Затем делаем глубокий вдох животом. Затем глубокий вдох животом. Вы можете положить руку на живот. И рука должна подняться. Сначала надуваем живот, то есть вдох животом. Потом надуваем грудную клетку. Затем задерживаем дыхание. И затем выдыхаем. Можно делать это плавно. И это успокоит вас. Сначала подделайте это плавно. Приходя в состояние, ну, хорошее чувство, да, самоощущение. И в это время медитирую. Медитирую я. Что я на вдохе спокойно. На выдохе. Я спокойно. И так поделать несколько раз. А уж потом, когда вы начали себя ощущать, начали уже, ну, выходить из этого зацепленения, тогда можете поделать еще и дыхание с форсированным выдохом, которое поможет вам быстрее войти в ресурсное состояние. То есть это вот так же точно глубокий вдох животом и грудной клеткой, задержка дыхания, а затем форсированный, быстрый выдох. Тогда вы в этот момент почистите липы. Но сначала подделать именно релаксационное дыхание. Следующее. Мышечная релаксация. Я уже сейчас вам рассказывала про мышцы, да, про самомониторинг. И вот сейчас обратите внимание на эти картинки. Вот есть это, ну, называется рефлекс красного света и рефлекс зеленого света. Рефлекс красного света, это вот, помните, я говорила, втягивает человек голову в шею и сгибает колени. Ну, к примеру, вы начали переходить улицу и вдруг увидели, что летит машина. Что рефлекторно человек группируется и потом должен быстренько отбежать на обочину в безопасное место. То есть это вот такой рефлекс красного света. Но при хронической ситуации человек продолжает оставаться в таком состоянии длительное время. То есть не быстро, а долго. И это вызывает кучу соматических реакций. Потому что мышцы перенапрягаются и начинают эти места, где мышцы прикрепляются к костям болеть. Болит голова, болит плечо, болит позвоночник, затылок, болит поясница, болят ноги. Ну, в общем, зачем вам это надо? Поэтому это должна быть кратковременная, мгновенная реакция на стрессовые ситуации. И есть еще реакция зеленого света. Ну, тут человек, видите, он становится стройно. Да, и говорит, да, я готов действовать. Я готов действовать. Вот такая у него реакция. То есть цель – расслабить перезажатые в результате избыточно длительного перенапряжения мышц при таких реакциях. Ну, то есть когда-то кратковременно – это хорошо, а когда-то длительно – больше, чем две недели, помните, я говорила. То это вызывает болезни психосоматические сначала, а потом и другие. Поэтому задача – расслабить те мышцы, которые часто напрягаются в результате стресса, и сжечь в них избыток адреналина. Ученые исследовали, что существует два основных типа рефлексов. Это рефлекс красного цвета и зеленого. Это основные приспособительные рефлексы, которые глубоко укоренились в нашей центральной нервной системе. Ну, подкорки, в нашей подкорковой системе. Ну, вот я вам уже об этом рассказала, что рефлекс красного цвета – это адаптация нервной системы к негативному, длительному, негативному стрессу. Это реакция избегания возникает в основном в передней части тела. И главное чувство рефлекса красного цвета – это страх. Ну, мы только что об этом говорили. И вот он, рефлекс зеленого света – это адаптация нервной системы к длительному, положительному стрессу. Это социальное самоутверждение. Да, я могу, да, сложно, но я могу, я это сделаю. Вот. И может быть, человек даже делает сам себе вызов. Я докажу себе или я докажу кому-то, ну, лучше себе доказывать, что я-то могу. Ну, да, и возникает в основном в задней части тела. Если там в передней части мышцы сокращается, то тут задняя часть мышц сокращается. И главное чувство – это чувство усилия. Для того, чтобы перенапряжённые в течение длительного времени мышцы расслабить, существует замечательная техника от психолога Хасая Алиева. Она называется техника «Ключ». И в нашем интенсиве об этом у нас будет отдельное занятие и упражнение. Чтобы вы научились это делать, я вам кратко скажу, что я лично всегда эти упражнения делаю, когда я волнуюсь и когда мне нужно быстро привести себя в нормальное состояние. Это очень эффективная методика снятия острого стресса. Техника «Ключ» Хасая Алиева. А сейчас идём дальше. Следующая техника, которая поможет вам привести себя быстро в хорошее состояние, совладать собой, управлять собой – это практика созерцания предметов. Для этого выберите предмет любой, где много мелких деталей, и начните внимательно этот предмет рассматривать в мельчайших подробностях. Внимательно. Вот перед вами стена. Значит, каждый кирпичик, каждую щёлочку, каждую бугорочек, каждую рыбинку, каждую ямочку. Внимательно. А, это такая, это такая, это такая. Вот у вас в руках спички почему-то оказались. Вот начните из этих спичек какие-то предметы делать и внимательно их разглядывать. Ну, я имею в виду острую фазу стресса. Но самое лучшее влияние будет это, если вы будете смотреть на голубые предметы мелкого размера. Почему? Потому что тут включается ещё психоцветотерапия, цветотерапия. Потому что цвет влияет, и синий цвет, он очень хорошо успокаивает нервную систему. А также помогает зелёный цвет. Это такие успокаивающие, приводящие в хорошее спокойное состояние нервную систему и цвета. Используйте психоцветотерапию, ой, цветотерапию, голубой цвет. Есть в интернете много, ну, на ютубе, на ютубе заходите. И вот музыкотерапия, цветотерапия, синий цвет и там зелёный цвет. Потому что если вы хотите, наоборот, обрести себя, ну, как поднять себе настроение, тогда включаем музыку с розовым, с жёлтым, с оранжевым, с красным цветом. А чтобы успокоить себя, то очень хорошо работает синий цвет и зелёный. Также коричневый, кстати. То есть вот такие цвета здорово помогают. Следующая техника. Это надо в момент стресса острого сконцентрироваться на жизненном моменте. И начать выполнять какие-то действия. Ну, например, вы даёте себе задание, что я делаю первые 30 минут, что я сделаю в следующие 2 часа, что я сделаю в следующие 6 часов. Это очень действенный метод в период острого стресса. Ну, к примеру, это ритуал похорон. Помните, вот внезапно погиб очень дорогой человек. И понятно, что очень жёсткий стресс, и беда, горе, и кто-то застывает, и это очень плохо. И помогает выйти из этого застывания именно ритуал, что да, я понимаю, что изменить это уже нельзя, и я понимаю, что я должна похоронить человека так, как он этого заслуживает, или так, как он этого хотел. И вот я должна пойти сделать то, я потом делаю то, я потом сделаю. И вот эти действия, как ритуалы, они очень хорошо помогают обрести себя, а не запасть, не застыть в той негативной стрессовой ситуации, которая будет разрушать здоровье и ничего хорошего не принесёт. Правильно? Если мы будем сидеть и рыдать, ну, что изменится от этого? Человек уже не воскрес, да? А вот мы сделаем хорошее дело, мы красиво, ну, если мы говорим про ритуал похорон, да, мы похоронили человека, выполнили свой долг перед ним, ну, и дальше уже заботимся тех важных делах, которые нужно делать. Теперь переходим к следующей части, это состояние хронического стресса. Тут главное правило, главное правило, хронический стресс. Хронический стресс. То есть ситуация, две недели уже прошло, ситуация не изменилась. Она продолжается то хуже, то лучше, то хуже, то лучше. К примеру, война в Украине, которая началась 24 февраля 2022 года. Скоро будет год, как она началась, да? Это то, что мы не можем изменить. Значит, какая задача наша? Если ситуацию изменить нельзя, то наша задача — сохранить себя. Себя, ну, если касается войны, мы говорим про войну, себя, свою семью, своих близких, и помочь тем, кто сейчас на передовой, всем, кто, ну, помочь, помочь. Всеми возможными и доступными себе способами, начиная от доната, помощь финансовая и помощь любая, которая может быть полезна. И даже если нет возможности финансово помочь, мы можем помочь разными другими способами. Да, тем людям, которые хуже, которым хуже, чем нам. То есть протягиваем руку помощи тем, кому хуже нам. И делаем всё, что мы можем там, где мы есть, сохраняя себя и тех, ну, и своих близких, все, кому важно сохраниться. Молясь за них, за наших военных, да? Они очень нуждаются в нашей молитве. Помните, мы об этом уже говорили, всё это работает. Для этого, вот, чтобы сохранить себя, есть, опять же, очень действенные упражнения, очень хорошие упражнения, которые, если вы научитесь выполнять, очень здорово помогут лично вам, и вы сможете давать очень действенные советы тем людям, которые находятся в хроническом стрессе. Это техника зато. Да, я упала и сломала ногу. И у меня, я спешила куда-то, у меня столько разных дел, столько важных дел, я спешила и сплотнулась и упала, и сломала ногу. И теперь я в гипсе, и теперь я туда не могу побежать, куда я бежала. И что? Я могу сидеть плакать, мы это уже говорили, ничего это не изменит. Да, но я подумаю, о, зато я, наконец-то, за много недель смогу уделить внимание себе. Я смогу прочитать такую-то книгу, я смогу посмотреть какие-то фильмы, которые давно собирались, но всё время некогда было. Я смогу пообщаться по телефону, по скайпу, по вайберу и так дальше, по зуму с близкими для меня людьми, на что мне раньше не хватало времени, и так далее, и так далее. Техника зато. Замечательная техника, используйте её как можно чаще. Следующая техника, и это хорошо. Просто великолепная техника. Да, случилась война сейчас в Украине. Да, много жертв. Да, много горя. Да, много разрушений. Много плохого, ну, ужасного произошло. Много, но оно уже произошло. Помним, это факт. И это ещё продолжается, и угрозы есть, и мы продолжаем думать о том, как сохранить то, что для нас дорого. Но даже война, даже самая худшая ситуация, да, всё равно в результате принесут пользу. Если мы говорим про нашу Украину, мы станем в центре всей европейской цивилизации. Украина с нуля, ну, она восстановится, как феникс из пепла. И всё, что будет происходить в Украине, это будет на уровне выше, в разы лучше, чем то, что было до войны. И инфраструктура, и, ну, города. Ну, всё будет, оно не случится за секунду, да. Это не включить свет в комнате, где было темно, но это произойдёт за считанные годы, ну, за очень короткий период. И Украина очень скоро, после победы в этой войне, станет самой процветающей страной, ну, самой перспективной страной для жизни и процветающей страной. И все украинцы начнут возвращаться в Украину, потому что, ну, здесь будет, это самое лучшее место, а нигде нет лучше воды и воздуха и людей, как в Украине. Я так думаю. Ну, это я своё мнение говорю, да, друзья. Но просто, что всё равно даже самое худшее, самое худшее, оно принесёт новый виток хороших событий и эволюционных. Просто некоторые события нужно пройти через страдания. Чтобы произошли, это должно быть разрушение старого через страдания. дальше используем эту же технику А, Б, С, раздеваем события, что произошло, хорошо-то и плохо, что я хочу и что я начинаю делать, что я буду предпринимать. Используем практику релаксационного дыхания, используем практику релаксации мышц ключ, почаще используйте, и вы быстренько выйдете из стресса, используйте практику созерцания предмет, о котором мы говорили, ну, и используйте технику, ну, это называется «зато» «я не знаю, что будет завтра, но зато сегодня я забочусь о себе». И делайте все для этого. Ну, и, конечно же, друзья, надо пить много чистой воды, живой воды, живая – это не кипяченая вода, пить, то есть употребляйте витамины, минералы, антиоксиданты, протеины, полиненасыщенные жирные кислоты и другие стройматериалы, о которых мы ещё только начнём рассказывать вам в нашем интенсиве. Это целый прекрасный мир, созданный Богом, созданный природой для нас, чтобы мы это могли использовать во благо себе и своим близким, чтобы укреплять своё не только сознание, психику, но и своё тело, потому что в нашей жизни всё взаимосвязано. Друзья, у меня всё, от всей души я вам желаю мира, мира в душе, мира там, где вы есть, благополучия, и пусть всё, что происходит, делает нас только сильнее, только лучше и помогает нам достичь всего, о чём мы всегда мечтали. Раскрыть себя, раскрыть свой ресурс, ну и успеть сделать очень много добрых дел. У меня всё, спасибо за внимание. А теперь, у кого есть вопросы, пожалуйста, задавайте, у нас прямой эфир, и я рада быть вам полезна. Да. Есть вопросы, друзья? Ну, тогда, если вопросов сейчас не возникло, у каждого из вас есть возможность задать вопросы в чате. Напоминаю, что наш чат для общения, то есть, если вас что-то смущает или волнует, ну, не стесняйтесь, интересует, не стесняйтесь задавать эти вопросы, мы будем всегда отвечать живо на ваши вопросы, давать на них свои ответы и своего опыта и практики. Да, Анна? Да. Да. Хочу спросить, а гормональный фон влияет на стресс, на нервное напряжение? Вот это вот как-то влияет? Конечно, влияет. И если стресс, помните, мы говорили про три фазы стресса, острое напряжение и истощение. Если человек находится очень долго в фазе напряжения, вернее, в фазе напряжения не решил эту ситуацию так, чтобы она стала безопасной, помните, стресс – это реакция на опасность. И если мы не нашли решение, что ситуация продолжает оставаться опасной, то мы переходим в фазу истощения, потому что опасность есть, я как-то борюсь, и это истощает, потому что я не знаю, как сохранить и защитить себя. И, конечно, в этой фазе истощения происходят гормональные перестройки, потому что все стрессовые реакции, они обеспечатятся за счет гормонов, таких как гормоны стресса адреналин, норадреналин, инсулин и есть еще другие. КА, кортизолы, извините, это главный гормон стресса и его еще называют гормон убийца. И когда этих стрессов, этих стрессовых гормонов в организме много, и это происходит долго, и это происходит вот в этой фазе истощения, то возникает дисбаланс, подавляются, например, другие гормоны, такие как половые гормоны, я об этом говорила, при хроническом стрессе возникают различные женские проблемы, если мы говорим про женщин, и предменструальный синдром, да и многие другие, и потом начинаются различные болезни, вот, эндокринные. У кого какие, там, где слабое место, то и рвется, понимаете. Гормоны, конечно, и это обеспечивается за счет гормонов, быстрые эти реакции, и об этом мы будем... гормоны влияют на тревожность, на слезливость, на внутреннее напряжение. Да, влияют, и это однозначно. Я сегодня рассказывала о том, что если это длительное происходит, это вызывает вот те состояния, о которых вы говорили. То есть нарушается гормональный баланс, и возникают те состояния, о которых вы говорили, и не только эти, о многих других. И об этом мы поговорим завтра, во время моего завтрашнего прямого эфира. Поэтому я вас приглашаю на завтра. Спасибо большое. И не только завтра у нас... Была очень поддержательная лекция. Спасибо. Да, и не только завтра у нас вообще в этом интенсиве будет очень много классной, ценной и проверенной информации, проверенной нашим опытом, наш опыт, наши знания, наши материалы, которыми мы будем делиться с вами, о том, чтобы и гормональную ситуацию привести в порядок. Спасибо. Да, еще у кого есть вопросы, друзья? Ну, то есть, я уже сказала, пожалуйста, задавайте вопросы в чате, и мы будем отвечать вам в чате. А сейчас спасибо большое за внимание. До свидания. До свидания.